На территории Саратовской области успешно реализуется программа переселения соотечественников из-за рубежа. Об этом рассказали специалисты на пресс-конференции. Регион привлекателен своей открытостью и готовностью принимать всех, кто соответствует программе. Подробнее в нашем следующем материале. О том, как обрела новую родину, Валентина рассказывает охотно. В Саратовскую область по программе переселения соотечественников приехала три года назад из Полтавы. Говорит, как в воду глядела и успела переехать до того, как в Украине начались волнения. С трудоустройством здесь проблем не возникло. Сначала работала в Вольске, потом получила должность в Саратове. Я сразу нашла работу в связи с тем, что мне помогло то, что у меня есть высшее образование. Поначалу, когда мы переехали сюда, естественно, я не жила в Саратове, я жила в Вольском районе. Там у меня у сестры есть жилье, и я работала непосредственно санаторием, менеджером. Открытые готовы принимать всех, кто подходит под критерии госпрограммы, говорят специалисты. Из тех, кто переезжает в Саратовскую область, 90% гражданей России, Белоруссии и Украины. Те, кто обращается в Министерство занятости, предлагают любые свободные вакансии. В основном требуются инженеры, рабочие, учителя и медики. Бывают случаи, когда приходится отказывать в трудоустройстве. Всего лишь 5% отказов от рассматриваемых нами анкет, министерством. Причины отказов довольно разнятся, но мы, Министерство занятости, рассматриваем анкеты. У нас критериями для отказов являются, прежде всего, длительное отсутствие занятости соотечественников в территории проживания своих, в своих государствах. Это отсутствие какой-либо квалификации у соотечественников, опыта работы. Программа переселения соотечественников действует в регионе с 2010 года. Сейчас реализуется второй этап, причем успешно. Саратовская область лидирует среди всех субъектов Приволжского федерального округа. За несколько лет в регион переселилось уже свыше 6 тысяч человек. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.